приветствую на канале друзья с вами белогор нашел одну интересную статью в интернете ссылка будет в описании на источник называется загадочные карлики арктиды норверские альфары датские шведские эльфы англосаксонские гномы и эльфы и германские альбы мудрецы и чародеи величайшие мастера по обработке металлов изготовители магических предметов предания об этих загадочных существах широко распространены среди народов всей северной европы также во многих районах земли существуют легенды о карликах как первоначальных жителях этих местностей которые с появлением людей всегда уступали место исчезая бесследно уходя в основном под землю в россии предания о чуде белоглазой ушедший под землю были распространены по всему северу скрывается ли что-то весомое за многочисленными легендами о карликах и почему средоточим этих легенд является именно север европейского континента омываемы волнами ледовитого океана одни из самых древних народов европы кельты ирландцы сохранили своих преданиях легенды о таинственных северных островах жители которых назывались туата дэданан племенами богини дану им были ведомы и волшебство и магия и друидизм и колдовство и хитрость сообщает древняя сага и они превосходили мудрецов язычников в волшебных науках искусствах и во всех видах благородных тонкостей в четырех своих городах фалиасы и гориасы муриасы и финзиасы они постигали чары и прочие тайны создавая магические предметы части с которых принесли с собой пересерлившись в ирландию северные острова страна ируат находилась на севере недалеко от скандинавии для смертных она была недостижима в средневековой книге завоевание ирландии рассказывается о появлении на ирландской земле народа туата дэдэнан их прибытие сопровождалось каким-то неясным катаклизмом гарри дым окутали тогда ближайшие земли и небо поздняя легенда утверждает что пришельцы просто сожгли свои корабли пристав к ирландскому берегу тем не менее считается что племена богини дану появились из дымных облаков эти мудрецы низкорослые но вечно молодые и прекрасные правили с помощью волшебства и наук и период их расцвета считался золотым веком ирландии туат и дэдэнан были изгнаны другими пришедшими с моря народами и последние из них ушли в подземный мир под счастливые холмы чтобы жить там вечно живут они в пещерах и волшебных курганах под названием седах ирландия до сих пор почитает свой народ холмов правда с годами волшебные обитатели седов став персонажами фольклора превратились в многочисленное племя маленьких человечков населяющих и глухие уголки ирландии знаю что в седах обитают маленькие человечки ирландцы не только не разрушали курганы но даже избегали подходить к ним близко на британских островах где причудливо смешались кельтская германо-скандинавские культуры бытует и собственное предание карликах многим известна баллада стивенсона под названием вересковый мед который варили жившие на севере шотландии пикты малюткие медовары в пещерах под землей пришел король шотландский безжалостный к врагам прогнал он бедных пиктов к скалистым берегам истребленные шотландцами пикты исчезли с карты британии ученые до сих пор точно не знает кто такие пикты от латинского пикти переводится как расписанные татуированные само это понятие употреблялось начиная с 3 века нашей эры применительно вообще ко всем племенам населявшим север британии их язык представлен непереведенным до сих пор агамическим письмом которая употреблялась только кельтами и пиктами британских островов происхождение пиктов вызывает споры большинство ученых считает их народом не индоевропейского происхождения среди пиктских племен легенды выделяют загадочный маленький народ населявший север шотландии эти карлики жили в пещерах слыли знахарями варили таинственные зелья они носили зеленые одежды и умели накладывать и снимать чары помимо пиктских сказаний легенды о карликах распространены по всей британии в эльсе рассказывают что карлик эйденес вызвал разлив озера волны которого затопили всю землю особенно популярны предания гномах и эльфах иногда их называют черными и белыми карликами эльфы могут менять свой рост и облик по своему усмотрению на закате солнца они любят танцевать и петь на укромных лесных полянах они обладают непостижимой мудростью даже крупица знания эльфов делает человека могущественным мудрецом под покровительством эльфов находятся некоторые деревья прежде всего дубы и липы гномы выходят на поверхность только ночью их подземные дворцы освещается теплым светом янтаря и блеском несметных сокровищ их мир это воспоминание о той изначальной ночи что царила некогда на земле а без звездном подземном мире где первоначально обитали все боги если в ирландию карлики явились как переселенцы то народы скандинавии по-видимому были знакомы с ними в более древние времена скандинавский эпос повествует о том что задолго до появления на земле людей мир был населен великанами и карликами карлики древне исландского двергар иногда называется альвами или гномами были созданы богами из примера крови и кости блоина существует множество толкований кто такие пример и блоин но ясности в этом нет по одной из версий старшей эды карлики появились из камня земли пришли через топ на поле песчаных карлики жили под землей слыли несравненными мастерами в искусстве обращения с огнем и металлом изготовлении вещей они ковали оружие для богов великому одину они выкрывали волшебное копье гунгнер и золотое кольцо драупнер тору молотом йольнир карлики брок и эйтри создали вепря золотой щетиной искусными руками карликов построен чудесный корабль скид блондир выкованы золотые волосы богини сив борьба за владение этими магическими предметами составляет значительную часть скандинавского эпоса никому не удавалось проникнуть секреты карликов живут они не вечно но долго веками на землю могут выходить только ночью солнечный свет обращает их в камень карлики наделены сверхъестественной силой носят длинные бороды некоторые их племена доброжелательны к людям другие черные гномы наоборот враждебные рудокопы говорят что встретить карлика добрая примета за ними сохраняется репутация чародеев знатоков магии эпос германцев сформировался в сравнительно позднее время поэтому приобрел черты скорее рыцарского романа тем не менее сквозь новейшие пласты в нем явственно проступают образы древних легенд так из глубокой старины дошло до нас предание о небелунгах первоначально в ранних германских сказаниях небелунгами назывались северные карлики обитатели горных пещер хранители горных сокровищ которыми завладел сигурд потом это название распространилась на тех людей кто завладел сокровищами после смерти сигурда постепенно древний смысл имени небелунгов существа обитавшие в подземном царстве был утрачен поздним переработчиком песни о небелунгах он уже не был ясен и в конечном счете они начинают фигурировать в эпосе как могучие войны согласно древним преданиям небелунги носят для защиты плащи невидимки чудесного свойства тот кто надевает такой плащ становится невидимым и недоступным ударом и уколом при этом сила его значительно возрастает зигфрид с большим трудом отнял один такой плащ у карлика альбриха седобородель альбрих жил под горой был свиреп и очень силен зигфрид представил побежденного ими карлика сторожить сокровища в потайной пещере несмотря на размытый временем образ небелунгов в нем сохраняются главные черты присущие загадочному племени карликов это волшебники живущие под землей само собой напрашивается вывод что древние жители северной европы очевидно сталкивались с загадочным маленьким народом слишком слабым чтобы оставить свой след в истории и слишком сильным чтобы остаться незамеченными фольклор это помимо прочего еще и историческая память народа подобные свидетельства есть у народов севера нашей страны карамзин отмечал что не только в скандинавии но и в россии финны и чуть славились волшебством карамзин основывался на свидетельствах источников о колдунах прорицателях чародеях и среды финно-угорских народов обитавших на севере руси можно вспомнить вещего финна из поэмы пушкина руслана людмила который постиг учение колдунов финских берегов между тем у финских народов всегда существовало убеждение что своим волшебным знанием местные чередеи во многом обязаны неким подземным духом карликам предание карликах обитавших в пещерах или под землей существовало всех финских народов из которых древнейшими обитателями севера является лапланцы по-фински подземных карликов называли огнеглазые халтиа полупорейский сайвок саммы рассказывает еще карликах ульдрах жителях лапландии зиму ульдры проводят своих подземных убежищах лапланцы народ кочевой иногда в своих жилищах из оленей кож они слышат как под землей забеспокоились ульдры значит жилище надо переносить с этого места она закрыла вход в подземные обиталища этих маленьких существ если этого не сделать ульдры могут сильно навредить порвать оленьей шкуры украсть из колыбели дитя или подложить вместо него своего в этом случае рекомендуется обращаться с маленькими ульдрами нежно тогда мама ульдр смилостивится и вернет ребенка на место днем ульдры слепнут от света и поэтому выходят на поверхность ночью при встрече с ульдром надо держаться с ними как можно осторожней и не делать ничего что тому может не понравится ведь ульдрой могучие волшебники некоторые легенды о чуде и белоглазые более чем конкретные в них указываются сохранившиеся до сих пор населенные пункты урочища а также крестьянские фамилии и рода берущая свое начало от чудских родов другие предания о чуде имеют мифический характер полностью утратив какие-либо реальные черты очевидно что русские предания чуде имеет несколько слоев один из которых предание об ушедшем в землю чудском народе куликовский словаре областного нежского наречия пишется о действительной чуде и чуде загадочной вот это последнее то и интересно нам более всего это чуть загадочная как утверждают легенды пришла откуда с севера когда же началась русская колонизация то чуть в землю ушла под землей пропала по рассказам это было так выкапывали яму ставили под углом столбики делали над ямой крышу сверху засыпали землей камнями потом сходили в ямы с имуществом и подрубив подставки погибали трудно сказать насколько эффективен такой способ есть многочисленное сообщение что в ямах после гибели чуде никаких сокровищ не оказывалось куда же они делись но все встает на свои места если предположить что сооружая навес над ямой чуть тем самым просто-напросто закрывала от непогоды и любопытных глаз вход сооружаемое подземелье потом уйдя под землю чуть везде оставила после себя не ямы а сопки курганы в разных местах показывали места вечного упокоения чуди живописные схолмления которое очень похоже на священные места как же выглядела та самая загадочная чуть помимо небольшого роста упоминается о белых глазах и называли ее белоглазый иногда чуть просто называют белоглазыми или белоглазым народом почему так большие белки глаз или глаза состоящие из сплошного белка или чего-то еще во всяком случае это очень характерная важная деталь одна из поморских легенд говорит о том что чуть было народом красной кожи этот народ перебрался на новую землю за дышащим морем где живет и до сих пор скрывается в недоступных местах и при встрече с людьми становятся невидимыми о том что рыбаки видели чуть на новой земле еще лет 50 назад говорила предание записанная на севере в 1969 году этот поморский рассказ о краснокожие чуде невидимки живущей на новой земле открывает цикл других легенд о чуде загадочных маленьких человечках живущих под землей в пещерах гранитных скал их встретить можно крайне редко чудинцы избегают людей и могут становиться для них невидимыми путешествующий в конце 18 века по европейскому северу россии академик лепехин писал у самоедов и других северных народов существует предание живущих под землей людях самоеды называют их сертье и говорят что это народ занимавший их страну раньше до их прибытия и который после их прихода ушел в землю и живет еще там давно-давно когда наших людей здесь не было тут жили сиертья маленького роста люди когда людей много стало они насквозь в землю ушли так рассказывают ненцы ассиртья странном полумифическом народе некогда населявшим пространство севера от канена носа до енисея каких-то странных людей заклепанных скале и говорящих на непонятном языке повстречали люди новгородца гуряты роговича посланные им собирать пушную дань за камень гипотеза существования в северном регионе древнейшей цивилизации которая исчезла около 8 тысяч лет назад было выдвинуто в 1922 году в результате экспедиции на кольский полуостров и так мифические архипелаги в северном ледовитом океане населены не менее мифическими карликами создавшими свою цивилизацию в результате последних советских исследований центральной арктики которыми ее природа освещается совсем по-новому встает вопрос о былом существовании древней суши арктиды в северном ледовитом океане эти слова написаны в 1965 году известным советским полярным ученым геккелем он обратился к проблеме арктида не случайно это было предопределено кругом его научных интересов к сожалению это исследование ученого осталось лишь в набросках и заметках в течение многих лет геккель изучал геоморфологию дна северного ледовитого океана и пришел к выводу о вероятно сравнительно недавнем существовании значительных участков суши не только в зоне шельфа но и в пределах акватории нынешнего арктического бассейна прежде всего районах подводных хребтов ломоносова и менделеева при этом по мнению ученого арктида не являлась целостным материком представляла собой совокупность массивов суши в том числе внутри шельфовых существовавших в пределах акватории северного ледовитого океана общая площадь арктических островов приблизительно 200 тысяч километров однако сравнительно недавнем геологическом прошлом еще пять тысяч лет назад соотношение площади суши и моря и их распределение в северном ледовитом океане было иным не исключено что вершины подводных хребтов протягивались грядой островов образуя в совокупности арктиду остатками былой суши являются новосибирские острова и остров врангеля на дне морей северного ледовитого океана хорошо просматривается чертания древних береговых линий тянущихся к северу долины крупных сибирских рек в том числе обе енисея лены и колымы шпицберген земля франция и оси и другие острова и ледовитого океана это остатки этого полярного материка процесс сокращения суши еще продолжается легендарная земли санникова и земли андреева возможно также участки этой суши ушедшие под воду в последнее время в 1930-х годах исчез остров васильевский семеновский и на протяжении менее чем 100 последних лет остров фигурина к этому же можно добавить исчезнувшие острова меркурия и диамида ученые промышленники давно заметили что чем дальше на север тем чаще встречается останки мамонтов также известный факт весенних миграций птиц с материка огромные стаи летят куда-то на север но куда путем кольцевания удалось установить что в начале лета черные козарки летят в северную америку для линьки а осенью возвращается но зачем им летать в такую даль непонятно орнитологи знают перелетные птицы даже в теплых краях старается прокладывать свой путь ближе к суше что заставляет их пересекать ледяную пустыню океана где многие из них гибнут а былом существовании арктида говорится во множестве других источников например существование различий в животном мире на карско скандинавском и чукотско американских побережьях северного ледовитого океана свидетельствуют о недавней полярной изоляции этих районах находящихся по разным сторонам от подводного хребтала моносова так не была ли арктида той самой страной ируат ирландских саг или страной сарайс финских народов где жили эти низкорослые народы и не является ли они остатками народа северных пигмеев когда-то населявших исчезнувший материк находящийся на севере ледовитого океана когда же погибла эта арктида была ли та катастрофа подобно обрушившиеся на атлантиду или имела место длительное постепенное опускание материка под воду однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным с вами был белогор всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравятся мои видео оставляйте комментарии что вы думаете по этому поводу до встречи в следующих выпусках субтитры сделал DimaTorzok